всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука 18 марта я только что говорила что не нужно подкормками увлекаться и возможно достаточно какого-то опрыскивания просто регулятором роста потому что жарко в помещении вот сегодня забыла имя человека миллер по моему фамилия написал что у меня вот так вот как я поняла скручиваются листочки даже опадают это возможно и от жаркого от сухого воздуха и от недолива от недостатка микроэлементов нам узнать это очень сложно и вот эти если витаминные опрыскивания будем делать им будет все равно легче дотянуть сейчас скажу в каких случаях делать нужно подкормку и какую подкормку все-таки для молодой рассады выбирать потому что я не сторонник вообще вот этого кормления и я сразу скажу что я никогда на своей юной рассаде вот такие подкормки чтобы под корень там каждую неделю или через две недели подкармливать никогда не делаю потому что я делаю сразу плодородный грунт надо я просто себя освобождаю развязываю себе руки на весь рассадный период чтобы мне не подкармливать я делаю сначала грунт посевочный потом свежий для пикировки и для перевалки подсыпаю тоже свежий хороший грунт и до высадки в грунт всего этого хватает но если внешний вид рассады все-таки вызывает у вас вот какое-то вот вы видите что чего-то им не хватает а что именно вы не знаете но видите что она идет не по тому сценарию какая-то она хилая какая-то она замученная все и у вас стойкое желание возникло подкормить рассаду подкормить рассаду нужно особенно в том случае если вы ее выращиваете в бедном грунте даже не в бедном а где не сбалансирована вот это вот микро макроэлементы где вы ничего никаких удобрений не добавляли возможно даже вторичное использование грунта то можно ее подкормить самый простой вариант такой главное вы должны знать если вы сейчас подкармливаете рассаду потому что она у вас плохой внешний вид это значит ей чего-то не хватает а скорее всего вам нужен комплекс удобрений где собрано все азот фосфор калий все это нужно растению если какой-то элемент выпадает то есть нет его в грунте взять негде не опрыскиваете вы ничем значит можно подкормить любым комплексом нпк в магазине придя в магазин вы можете увидеть много удобрений которые вот этими буквами нпк обозначена но вам нужно не все а вам нужно именно те в котором в которых одинаковое соотношение азота фосфора и калия это для молодой рассады самый такой самое основное условие потому что однокомпонентные удобрения содержащие один фосфор или азот или калий или удобрения в которых превышает например азота много а фосфора и калия мало такими удобрениями подкармливать нельзя но вы понимаете почему потому что азота им много нельзя они начнут жировать потому что они уже взросленькие более-менее и вы можете получить обратный результат так вот из этих удобрения уже говорила в прошлом году а за фосфор нитро фосфор многие вот эти удобрения применяют но есть удобрение которым я склоняюсь больше всего сейчас если достану даже я уже показывала говорила про него я все-таки если бы мне подкармливать нужно было и те случаи когда я подкармливала я останавливаюсь вот на таких на жидких я показывала когда снимала видео что если вы почву предпосевную обработку удобрения не добавляли то можно потом полить вот в рассадочные стаканчики вот здесь вот этот биогумат я уже говорила видите он обогащенный тут и калий и фосфор и магний все есть что нужно и вот таким удобрением вы полив свою рассаду вы хотя бы ей не по ну как не повредите и они мягкие они натуральные все здесь указано инструкция как делать я думаю вы разберетесь показывала я вам полтора литровую такую баклашечку в таких есть в каждом садовом магазине если такие черные удобрения био на основе вот этих вот органических всяких веществ все и нужно обязательно смотреть состав еще раз говорю не надо высокое содержание азота не нужно выбирать потом еще ну и самое главное что если не надо лишний раз и и ничем если вы видите что более-менее она у вас нормальная никаких таких явных вот не опадают листья у вас не желтые ничего у вас там не падает рассада не нужно ее подкармливать я вот специально вот эту вам вынесла свою такие худоножки которые вот видите высокие тонкие стволики казалось бы но она сама просит подкорми меня сделать ствол потолще нет не буду сейчас сделаю опрыскивание сегодня или завтра вот такое какое-нибудь ну для них полезное многие опрыскивают янтарной кислотой многие опрыскивают цирконом эпином если хотите увеличить корневую систему как усилить ее монофосфатом калия опрыскивают это все безвредно монофосфат монокалий фосфат да монофосфатом калия правильно если уж хочется как-то поухаживать сделайте опрыскивание я просто боюсь что начинающие огородники очень часто бывает потом идут письма я вот этим полила я вот этим полила и третьим полила ничего не помогло рассада умерла так может быть она умерла после всех этих поливов если бы не было поливов вот этих подкормок может быть она не умерла бы происходит засаливание засоленность вот этой почвы корневая система не справляется иногда по сухому грунту поливают сжигают корневую систему будьте осторожны с подкормками только мягкие какие-нибудь вот такие прям мягкого действия щадящие и желательно биопрепараты все до свидания